куху зовет толку призывает всем привет вышла игра из зов ктуку поиграем посмотрим что-то потрясемся если конечно же будет где трястись от страха тут уже главное меню такое мара чешный к где-то в море здоровье на чудовище шторм скалы ветрища и главный герой фонариком старомодным со свечкой внутри наверное в этой игре даже не будет фонарика на батарейках который не знаю посмотрим и раздела на на движке андрил энджин поехали первая глава детективное агентство пирса бостон бостон 1924 года чуть ли не 100 лет назад дело табула эдвард пирс ветеран первой мировой войны пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным он стал частным детективом но никак не может найти дело способное вывести его из апатии пирс должен как можно скорее найти нового клиента иначе рискует потерять лицензию бедный какой-то детектив спал в апатию из-за того что у него работы нету нормальной ему охота по детектив не учать по крупному и наделать кирпичей отложить в этом деле наверное безумие есть благо богам смешные попытки лей сохранять рассудок перед лицом недвижной смерти о о кишки аку и чё такое что за херня это и мучница таблеток что ли он тут перепринимал от наглядеться чё тут вообще происходит дверь лампочка хрен мы показали тут движение в sd прыгать нету прыгать бегать приседать и больше ничего тут не работает где тут жуть жуть наверно там за углом стоит как это же чья так хижина какого-то рыболова фонарик ты не нужен как светло пригнуться что тук тук есть кто дома а нету никого чё тут рука написано там управление читал и взаимодействие это и нажимать кнопки но тут нихрена нету начинал ползти туманище туманище я в пещере туман как-то странно тут оказался в какой-то решетки тут открыл и пошел дальше и его решетка была открыта борьба с темой вы не сможете взаимодействовать с определенными предметами пока их не посветите типа темно и не вижу куда нажимать кнопку а я думаю это взять надо а это показано а чё она исчезает когда далеко отойдешь можно потом уже забыть где она находится керосиновая лампа с этими заканчивающими всем наверно топливом а внизу ничего видно там общались как будто пять километров пропасть пойдем посмотрим этот предмет тут посвятить надо болтарез а теперь я могу отгрызть этот провод давай весла где чё а чё трясется все это дерьмо сейчас приедет сюда нет не это так как сценки заскриптована блин такой фонарь один метр освещает а чё ноги не завезли где-то радио работает давай с ноги как в некоторых играх ну так и открыл были на ручкой где-то тут ты последуешь за мной бесполезно сопротивляться а музыка играть ну а этот чё отгрызть не хочешь и он с той стороны только будет откусывать так это кнопка убрать может стать пипку с центра здесь и экрана убрать а может и не нужно тут тыкать в ордене не вижу особо куда охренеть отвратительное подношение чё тут только садка вроде тут вот здесь хорошо пообедал не сопротивляйся а ты был избран и нажми кнопку ломиться отсюда побыстрее все предначертано заранее в а может и а и Ха-ха, жуткий сон. Ненавижу виски. Ха-ха, хорошо видать, я пнул. Я думаю, почему мне их прописали врачи, когда я вернулся с войны. Они клялись, что таблетки кончат с кошмарами, но в последнее время их действия ослабевают. Ух ты, тут можно покрутить. Зачем я их до сих пор принимаю? Только в бок крутится, вверх-вниз не повернуть. Нет. Где там чё он? А чё он в карман? Снотворные таблетки, а где тут? А где инвентарь? Всё в карман сейчас будет складывать. Выпить, не выпить. Непонятная жидкость. Это повлияет на вашу судьбу? Я чё-то не успел прочитать. Я не записывал ничего кроме своих этих штучек. Дело, пирс, каутер, улики, предметы. Что за такая детективная штуковина тут? Хоррор детективный. Задание. Дело детективное агентство пирса. Врач может сколько угон отвердить, что лекарство от воспоминаний мне больше не нужно, но я знаю, что они вернутся, если я перестану принимать таблетки. Наверное, однажды утром я просто не проснусь, несмотря на лечение. Снова слышу голоса в своих снах, но теперь они новые незнакомые голоса, словно доносятся из древней бездны, что за безымянный тварь взывает ко мне. Какой-то бездны он слышит голос. Это так ктулку зовёт. АЕ. Главное мил просмотров задач ВС. Главное милом. Это что такое. Какие-то штуковины. Это что за RPG. игра про pg красноречие сила медицина некоторых играх медицина тащит если прокачать она просто потом бесконечно тебя лечит лечит и аптечки какие-то не нужны не знаю как в этой игре может совсем не так оккультизм отражает ваши познания в оккультных науках развитие этого навыка повышает шанс определить назначение и происходение оккультных артефактов а также расширят ваши знания миха знания оккультизма медицина травят ваши познания в этой области развития то на вы этого навыка увеличивать шанс верно определить дозу лекарств поставить диагноз или разобраться в медицинской проблеме два балла до следующего уровня всего по 5 баллов науки медицины и оккультизма улучшаются только с помощью найденных предметов пока ничего не найдешь ничего то не будет прокачано психология отражает ваше понимание человеческой натуры развитие этого навыка повышать шанс понять мотивацию человека по его поведению или с помощью анализа различных предметов а расследование отражат а вашу способность вести следствие развитие этого навыка повышать шанс восстановить последовательность событий проанализировать место преступления или предмет а также шанс взломать замок шанс замки ломать наверно тоже полезно сила уже почему-то 3 скачано а почему не уже некоторые цифрами ну ладно тут один а эти уже два да тут три сила отражат ваши физические способности развитие этого навыка повышать шанс успешно выбить дверь или сломать какой-то механизм о будто бы нормально а к это чё получается наверное либо ты там с помощью каких-нибудь умственных решений сможешь решить задачу или вырвав какой-нибудь рычаг наверно тут имеется ввиду такое разветвление решение головоломки может так дальше тут красноречие определяет вашу способность оказывать влияние на тех с кем вы общаетесь развитие этого навыка повышать вероятность успешного убеждения или манипуляции во время разговора можно кого-то нибудь заговорить поиск который от вашу способность на эти спрятанные предметы развитие этого навыка повышает шанс найти скрытый объект найдены предметы не будут появляться в игре ненайденные как это они подсвечиваться не будут или они там допустим лежат подсвечены которое обычно видишь а можете еще которое может не подсвечены о 1 суток это точно какой-то rpg блин игра тут куча темных замочков эдвард спирс ветеран первой мировой войны принимавший участие в мес аргонском наступление один из немногих оставшиеся в живых бойцов пропавшего батальона он один начался так называли несколько американских подразделений которые понесли большие потери от вражеского и союзного артиллерийского огня солдат и вынужденных несколько дней удерживать позиции среди трупов павших товарищей без еды и медикаментов земляки считали погибшими ходе этих событий пирс получил психологическую травму он пьет снотворно и запивает его алкоголем чтобы избавиться от изводящих его кошмаров значит получатся у нас главный тут герой поехавший алкоголя и таблетках психопатных тут закрыта ничего не нажиматься тут тоже 0 0 доступно дальше чуть вкладка дыр каутер тут нет никаких информации вместо оккультизм вот это место где его кабинет детективное агентство моя частная детективное агентство связано контрактом с детективным агентством он tour уэн и ту орд и больше не пишите от слова него не выговорить после великой войны решили осеть в бостоне где парням вроде меня всегда хватает работы потянулась череда мелких и дел супружеские измены старые счеты мнимое исчезновение старый диван в конторе я не сравнится с настоящей кроватью а а пульс ты бутылки давно пора выкинуть и на это мой дом пока своем в агентстве живет жители он нас еще нету никаких отчетов все еще твор 1 есть предмет зажигалка моя старая зажигалка на которой сделал гравировку в памяти 77 пехотная дивизия погибших бойцов пропавшего батальона зажигалка можно хоть светить а где принять тут кнопки нету осмотреть снотворные таблетки телефон что тут есть в этой комнатке но взаимодействующий то ладно тут местечки показывать естественно руки инвестика археология в бостоне дело идет в бостоне стародобрая история шанталов подпольном баре нанявшему меня владельцу бара не понравилось как я закрыл дело но если ты нарушаешь закон словно спорить с частным детективом который собрал доказательства твоей вины раскрыто я делал чем на ха он себе этот пауру давно не спал на кровати пропавший батальон надерживать полиции выполнять приказы это еще не отвага пусто круто я много читал а это что за сертификат вентярт агентство тут еще остались незаконченные дела 24 год а где дата какое сегодня число октябрь 24 замужняя женщина сбегать подружкой может муж так ничего и не понял что жена его бросила он мне звонил еще несколько недель после завершения расследования все в карман нас скал на хрена ему слушаю в эдвард пирс частный детектив работающий на детективной отца он торг и да все верно добрый день мистер пирс алюсе шерпил кейс да из отдела кадров я звоню вам потому что у нас возникла проблема с вашим досье пара уничтожил документы и неужели и простите за беспокойство нужно снова записать ваши персональные данные о очки дали только 8 8 очков а здесь надо 2 на медицину одно до следующего уровня о любители здесь сколько надо 6 все сила и медицина удалить добавить сбросить подтвердить создание персонажа вы действительно хотите распределить очки персонажа таким образом да все с ноги тут выносить рычаги и всякие двери благодарю вас мистер пирс мы обновим вашу документацию а у меня есть вопрос и чем дело как вы знаете мы стараемся тщательно отслеживать успехи наших исполнителей и вы стали меньше работать потому что работаем мало мистер пирс мы не хуже меня знаете что сработает для детектива на страна в общем куча дел хотите у нас работать докажите я пришел по совету человека мнение которого ценен очень высоко и признаться вообще не ожидал видеть верлогу горького пьяньцы у нас тут ничего не держит вы знаете кто я промышленник и коллекционер предметов и искусств способны раскрыть дело или вы просто никчемный пьяница почему вы сюда пришли мне никто не верит меня вызывает старым придушкам моя дорогая девочка погибла сара даже вы наверняка не слышали сара хоккинс художница да и и все знают палец обвинят ее в убийстве семьи на ней все погибли во время пожара сара ее муж и мой внук саймон чем не могу помочь женщины которая уже мертва выясните правду это она была безумна но это похоже на ложь вы никогда не сделала ничего такого меня да есть доказательства некоторые принес и посмотрите на эту картинку мнение о нем ты картину написал безумец напротив видите здесь некую логику рациональное зерно которое может мне ее понять что нужно от меня будь любезный взгляни на картину это все шесть картина а я положил папочку на стол и некоторое доказательство улики что за символ на губе тут какого-то зашифровано послание уже свериться с дневником да у этого человека справа как обохраняем на груди склад на острове дарков несколько набросков семьи хоккинс не густо склад на острове транспортная этикетка часть текста не разобрать новое что прочитать удается склад 36 даркоутер даркоутер наверно надо идти на склад полицейский отчет тут говорится что все члены семьи погибли а пожар начался в столовой полиция заключила что это был несчастный случай но при этом мы чуть упоминаться что старых окон было психически неустойчиво а почему билет на вырезка статья рассказывает о браке сары хоккинс в девице у вебстера и чарльза хоккинса бизнесмена с острова даркоутер они ведут затворническую жизнь на удаленном острове своим сыном саймоном мелкие улики чо тут ничего интересного что вы думаете об этом деле труд тут у а типа не прокаченная этот разговорная штук штучки поэтому некоторые наверное не будут диалоги доступны что-то не все так в этой истории ее муж был на острове большой шилькой на полиция придерживаться версия несчастном случае хотя и упоминаться о неустойчиво психика дело не так просто как кажется я без вас знаю это не просто несчастный случай вы должны честно сказать мне верно ли полиция ценила психическое состояние дочери у нее были видения это всем известно и мухи вы не обидела что это и под видом видения я не знаю что это поведение выясните правду о ее жизни и смерти не исключено что ее следует интерпретировать мне позвонили в полиции сказали о смерти дочери потом доставили эту картину эта картина связана с этим делом вы должны докопаться до истины где жила сара хоккинс я никогда не слышал в таком месте это где это небольшой остров недалеко от бостона сара жила там с мужами сына полагаю вы хотите чтобы я туда поехал вы должны раскрыть эту тайну на этикетке в адресе отправителя указан на некий склад верно она была наклеена на последнюю картину сары думаете это я направил картину отправляйтесь на остров и найдите склад 36 тут уже темная стала это тут типа посмотрел а почему да вот эти еще но ярким показывал мне кажется что ты начинаю понимать успокойтесь я на вашей стороне давайте подведем итоги художница погибла вместе со своей семьей единственная зацепка таинственная картина предостережение отправлено с острова прямо перед ее смертью верно а также слухи а предполагаем безумие которое вы не можете назвать найдите это склад расследуйте это дело я вас вознагражу отлично я берусь за это дело спасибо что согласились тут что-то ничезда но у меня нет выбора кажется у меня есть книга про северную атлантику наверняка там найдется какая-то информация об этом острове какая книга отправляйтесь основные задачи узнать про остров и отправиться на дар хаутер книга книга тут дверь они не открываются в эту струнде находится недалеко пишут что остров был довольно известен во время растания китобойного промысла в конца 19 века с тех пор ничего не слышно остров значит какой-то для китобоев тамбу на нем можно до сих пор найти следы пропавших племен но пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманывать вас не забывайте каким жестоким были местные боги из-за бара женя гигантского существа все еще украшат стены давно заборщенных пещер откуда пришло к своим почитателям это божество из моря или из безумных сновидений никто не знает ответа но современные обитатели острова сыновья и дочери гордых китобой все еще нам помнят таинственные и волнующую историю крохотного клочка суши у берегов массачусс отца а где тут полистать нету как-то хреново тут отображено как буду все выгорело а твой в атлантическом океане нужно добраться до порта может там корабль доставить меня до этого острова медицины том 1 научный труд для интернат и молодых врачей в первом томе перечислены все болезни известны цивилизованному миру основан саня симптомы и способы лечения прогресс посмотреть на этот стивен только что сейчас был а разве аварио он готов на все чтобы доказать что его дочь не сошла с ума чарльзе хоккинс на острове доктор чарльзе хоккинс был и знаменитостью он вырос и мест судовладельца и много путешествовал во время поездки в париж познакомился саре хоккинс они полюбили друг друга и поженились а затем хоккин забрал ее на удаленный остров дыр каутера у них родился мальчик по имени саймон супруги вели замкнутый образ жизни сара хоккинс написано труп труп и его тоже 33 года художница сара хоккинс знаменитая своей способностью создавать зловещие образы своеобразной картины и редкое появление на публике с не искали ей множество поклонников кажется я принимаю припоминаю как одна же она сказал я рисую то что нашептывает меня сыны а где тут перемотка ниже не видно куда куда тут уж какого несколько лет назад она уже замуж за чарльза 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 хоккинса и тот бараку удился светских колумнистов бостонская наследница огромного состояния известна среди прочего любовью к вечеринкам решает последовать замуж замужем и стать затворницей на острое дар каутер она пропала с первых полос газет и никто больше они ничего не слышал даже и смерти в огне осталось там общем тайне осталось саймон хоккинс единственный ребенок сары и чарльза погиб во время пожара вместе со всей семьей у остров такой остров вот этот или этот 1 похоже мир попросту забыл от существования этих одиноких скал у бостонского побережья это небольшой и негостеприимный остров со всех сторон защищенный крутыми утесами и острыми рифами подойти к берегу можем только в одном месте остров населен в основном потомка и китобоев которая в начале 19 века построили здесь склад припасов закрытие китобойного промысла сильно ударило по местному населению думаю единственная прибыль на предприятия на строя медицинский институт ну и эта картина царь хоккинс ничего не оставлять равнодушием никого не оставляют одни считают и мечтательных художницей способны обращаться к самым глубинам подсознания другие переоцененной выскочкой странная картина этой таинственной дамы написаны резкими цветами дикими мазками если она самом деле видит мир так то мир сары хоккинс это врата другие измерения выдержка из записной книжки от горда пирса частного детектива улики полицейские отсчеты все все с собой складывал а где применять я так и ничего не вижу а юстиби и на виду это глава 2 порт дарку куатора пирс взял в дело хоккинсов проклятую художницу обвинять в том что устроила пожар которую и убил ее вместе со всей семьей или сам улика страшная картина которую она отправила отцу на транспортной этикетке был указан на адрес склада расположенного в доках острова дарку о таро именно с этого места пирс и начал расследование давай поглядим что там за доки это вот этот кораблик на котором перейдем на остров такой то не кораблика большая лодочка но конечно же все тут в тумане мы почти там Мы почти приехали! Естественно, тут дня никогда не бывают, всегда туман и солнце не светит. Вставайся на борту, сейчас ребята разгрузятся. Добро пожаловать на остров Деркултера, мистер Пирс. Спасибо, капитан. Какого черта тебе сюда принесло? Дева Хокинсов горит тебе о чем-то? Печальная история, которую мы все хотим поскорее забыть. Хокинс не был моряком, он был хорошим человеком. Его жена Сарах. Милая девушка и великая художница. Какая трагедия. Знаешь что? Иди выпей в Китана Мелли. Митчелл может быть и не самый гостеприимный человек в мире. А если что, я у себя в кабинете. Он говорит, у нее куча есть каких-то документов. А где? Диалог. Стой. Не пройдешь. Стоит ведь не может обойти. Скалы, скалы, какие-то тут скалы по 100 метров. Со всех сторон. Может что тут посмотреть и по краям. Какие-нибудь полезные штучки. Может раскиданная. Фонарик. Не хочет. Есть зажигалочка. И идти в бар погреть с Брэдли. Погреть с Фитером. Один. Всего ли доступен. И тут 64. Тут один никуда. На входе в порт. Дарк Уотера. Стоит. Остров. С целой. Последней китобойной шхуны. Которая пришла сюда. С добычей целый день. Под оком ходят моряки. В поисках подработки. И там же расположились банды. Бутлегеров. Которая постепенно. Отгрызает территорию. У капитана. Фицроя. Последнего моряка. Который на собственном катере. Преходит между островом. Между островом и материком. От золотого века китобойного промысла. Оставило здесь только воспоминания. Че тут кит делает? Куда они это поперли? Кровь только начинает сворачиваться. Умирал совсем недавно. Только специалист может понять, кто я убил. Только может специалист понять, кто я убил. Это сигнал. Есть что-то в частности. Что-то реально. Те же самое для тебя, сэр. Поехали. Я ищу склад 36. Так кто же вы? Я не представился. Я частный детектив. В любом случае, это не очень важно. Я не могу ответить на ваш вопрос. Или не хотите? Я в эти игры не играю. Теперь прошу вас. Оставьте меня. У меня много работы. Это сигнал. У тебя там веревка застряла. Вот он такой интересный. О, крабики. Ходят боком под камни, под текстурами. А это бар. Эвали. 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 Читаться. ОПН. Газетка. Свой закон здесь серьезно не воспринимает. И это меня устраивает. Вот тут гарпуны. А дайте тут вырвать гарпуны и помахать им. О. А тут нельзя со всеми собирать. Хоренная. Доброе утро! Осторожней, а то упадёшь. Кружка прикольная, как маленькая бочка. Нужно принести ему ещё выпить, у неё всё пересохло. Нарушите ли мы не обслуживание? Это не я нарывался. Чё такое? Тем не менее, ты обслужил этого человека. Он вёл себя нехорошо. Он постоянный клиент. Ты заблуждаешься по поводу манер. Я хочу стать постоянным клиентом. Но это не будет, если ты меня не обслужишь. А ты неразговорчивый. Да, мы увидим. Что можешь рассказать? Мы всё знали, что она знаменита на материке. Её картины точные. Мы не понимали их. Не хочет говорить. Не хочет говорить. Не хочет говорить. Это правда, они были странными. Какой стиль сделал её знаменитой? Как вы описываете? Тортир? Да. Ну, это не было нормальное. Я имею в виду, для молодых женщин с ребенком и так далее. Мы увидели их в книгах, и мы говорили себе, «Кто может рисовать такие вещи? Это как она видит мир? Ага. Хреново он мнение о семейке той. Довольно про Фару Хокинс. Я узнаю всё, что нужно. Почему кит на мели? Я думал, бар тут стоит давно. Что я могу сказать? Я тоскую по-прошлому. Это название напоминает нам о Золотом веке, остров Доркоутера, когда наши китобои на долгие месяцы уходили в море и возвращались, воняя потом ворванью китовым мясом. Времена были суровые, зато славные, а с тех пор мы больше никого не видели богатым. Здесь сухой закон не действует. Откуда такое чудо? Нашему поставщику не понравится, если я буду рассказывать про него. А я никому не скажу. Я ищу склад 36. Где оно? Склад Хокинса. Понятно. На твоём месте я бы туда не лез. Почему? Ходят слухи. Там очные матросы говорят, что по ночам со склада доносятся звуки, крики и всё такое. Крики? Это ещё не всё. Не забывай про судьбу его владельцев и все эти разговоры. В общем, чё я не скажу. Что ещё? Дай мне что-нибудь тяпнуть. Только маленький стаканчик. Попробуй вот это. Я думаю, мы прекрасно повладеем. Это повлияет на вашу судьбу. В общем, от... Мифе ту... Наверное, тут буду мне купить или что? Хрен его знат. А тут ещё надо заказать. Дberryres... Куда ты мне рассказывай от нее? Все мы знаем, что она известна на универсине Наши волос. Она правда мир видела так жутко? По мне так правда. Всего лишь вопрос с точки зрения, что ты имеешь ввиду? Ты же веришь правду после бутылки вицки? А где тут выйти? Давай все. Похоже здесь ничего такого интересного не будет. Чудесный лов, очередное самое значительное событие за последние 80 лет. Сцилла возвращаться в порт, чтобы спасти Диркоутер Ангола. Мы почти оставили надежду. Команда Сциллы или то, что от нее осталось. Вернулись в порт Диркоутера во вторник вечера. Местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последний китобой на судно на острое. Невероятный лов потряс людей. Китобразная, которую уже прозвали чудесным лобом, занимала всю палубу и даже свисала с борта. А она была больше любого забытого зубатого кита. Выжившие моряки рассказали ужасную историю о своей опасной добыче, а также о ее мясе, невероятно вкусном и питательном. Несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей Диркоутера и положит конец голоду терзающему остров. Сдается склад. С июня мистер Маркс готов сдать склад в аренду под рыбный цех в мастерскую или хранилище. Вы можете связаться с ним через любимую газету или найти его в доках. Какой-то Маркс. Праздник в ките на мели. Чтобы отметить возвращение наших крабрых китобоев, персонал кита на мели приглашает вас на бесплатную дегустацию. Приходите с семьями и друзьями. Попробуйте чудесный лоб. Каждый получит подарок по бутылке в ворвании. Спешите! Что-то новоокультный элемент. Как это связано? Владелец бара. Бар. Тут ничего интересного. А может светить надо? А вдруг что-нибудь тут насветится? О, тут разговор. Что-то он знает. Я слышу разные слова. Слышу шепот. Тебе нравится наша песня? Мы как настоящие сирены. Мы не персоналы, зато поем с душой. Точно, как в те дни, когда мы еще отплывали от Дорк Уотера и охотились на китов. Я никогда не слышал этой песни. Ее знают только местные жители. В ней рассказывается история чудесного улова. Я видел газетную вырезку. Вы же в ней не верите? Следите за языком, молодой человек. Этот улов спас весь наш остров. А где доказательства? Мы доказательства. Из этого улова весь Дорк Уотер вымер бы в 1847 году от голода. Это правда все было в точности, так как написано в заметке. Наши деды и бабки ели его мясо. И оно было вкусным. Что положил конец китобой на промыслу? Это и само собой. Они все куда-то исчезли. Мы их все перебили, можно сказать и так. Их все было меньше и меньше. Пока мы не выловили последнего, самого большого. Которого и назвали чудесным улом. Какой тут уютненький бар. Что уставился? А ты умешь пить? Нечасто я видывал таких женщин. Что ты взял, что можешь меня оценивать? Это был комплимент. И что? Дай мне спокойно выпить. Проваливай. Комплимент все больше диалоговая. Эти штуковины не работают. Наверное, не с той реплики начал. Ооо, секретная дверь. Ну и не открываться. Значит, надо с ноги ее выколотить. ТРАЛЛЕС ХОКИНС. ХОКИНС надо пил. По уши был в долгах. Ну не знаю, вроде тут все и везде посмотрел. Тут, тут, тут закрыто, там больше некуда. Пошли с этим. А там что за дверью? Просто кладовка. Печка. Печка. Да, ничего тут написано. ТУМАНИЩЕ. Че тут темно? Чему у тебя фонарика нету? У него тут одна свечка. Больше ничего нету. Письмо с угрозой. Условия нашего соглашения однозначные. Держите своих людей под контролем. Не задирайте нас. Мы вам не поздам. И не утверждайте себе ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру. Квит. Что скажет капитан Fitzroy об этой кат? Новая улика. Вот этому надо показать. В нем куда тут письмецо. Сломано. Ух. Звонок не работает. ровно сражения не помешать снять с него рабщину хомяк крыса на пол валяться а это чё сувенир благополучной эпохи подозреваю эту доску не вытирали больше семидесяти лет наверно сила сила в итоге оказалась нами ли у входа в порту вот этот корабль который когда подъезжали корабль там валялся тут на второй этаже завалили я нашел грузовые декларации чарльза хогинса они на столе когда закончишь приходи на паубу декларации эти декларации подписал чарльзы хокинс но больше ничего не понятно прочитать можно только несколько дат еще восемьсот девяностый 1907 год и еще несколько цифр прочее содержание содержимое документа аккуратно вы марана интересно почему потребовать скрывать эту информацию все циферки замазали ухти как он уже убежал а тут стол появился а нет вы тут диктуете порядки но до этого еще мне далеко я тут капитан говори чем могу помочь все данные на декларациях вы мараны и не прочитать да я видел понятия не имею кто это сделал и зачем я не припомню что подписал чтобы надо что-то было открывать а зачем они хранятся на складе хочешь сказать даты имеют какое-то значение чем же чарльз хокинс зарабатывал на жизнь он родился в семье судовладельцев точно мы специализировались на китобойном промысле ну откуда он брал деньги он получил наследство но могут быть и другие контракты судя по датам интересно с кем что вы знаете о складе смотри он слон там напротив пристани мимо не пройдешь знаешь кому принадлежит это здание солгать понятия не имею она принадлежала семьи хокинсов в точку я думаю что кто-то здесь хотел чтобы я осмотрел подхват подарить про дарк-готтер я видел на пристани касатку там касатка валяться да ведь от народ суеверный какой-то и что могло и убить ты решишь что я старый дурак ты слышал про бездны трещины которые уходят глубоко в землю там скрывается тварь и это просто мифы верно ты прав ну какая-то херня там убила касатку она такая там на пристани валяться вся и подкрепанная зачем они хотят вернуть тело касатки в море они хотят ее скинуть обратно их можно понять какая-то тварь оставила эти раны и прячется в этих водах нужно установить причины ее смерти а что это за чудесный улов местная легенда вовсе нет это реальная история нашего славного прошлого иди и прочитай историю о том как моряки вернулись в порт Берклотера а она висит на стене китана милии я кажется это видео нет кто такая Кэт я нашел письмо с угрозами подписанное Кэт что я не против если ты заходишь в кабинет начальника порта но лучше тебе не лезь в мои дела его шантажируют не совсем нет эта мошенница хочет чтобы мы платили за защиту то есть успехи и я бы и так не сказал она пугает моих людей не меньше чем своих и вы ничего не можете сделать но об этом не беспокойся заходи если будут новости еще появилась и 1 чко чо тут зеленая такое не может дерьмо так светится как что-то тут как радиация и на перила тут дает освещение как херня тут творится ну что же ладно детектив пришел такой на остров расследовать какой-то тут сайлен хилл получается ладно на этом я пока закончу но и комментируйте и заходите во вкладку плейлисты если еще там вдруг не были там куча игр найдется что посмотреть а на этом все всем пока и до новых видео а и и и и и и и и